Продолжение следует... Все-таки мы в 21 веке, и давайте общаться мысленно, молча. Посидим часочек, и будет очень хорошо. Мы сейчас находимся сто лет со дня убедения царской семьи. И вот страсть не удивает. Мы хотим, если... Ну, я, допустим, хочу знать ваше отношение к останкам, к тому, что вы мощи, не мощи, как и так далее. Потому что это такая тема, в прочем, серьёзная. Мне кажется, что с христианской точки зрения эта тема совсем не серьёзная. Огромнейшее количество святых, об останках которых мы вообще ничего не знаем, но они остаются у нас великими святыми. Не знаете Антония Великого, Сесоя Великого, Фимина Великого? Ну, что вы! Ну, разве это вопрос совсем не серьёзный? В конце концов, это неважно! Неважно, что мы такое значение придаём этим внешним вещам, что-то мощи. Вы знаете, куда мы идём в своей религиозности? Мы идём в очень, я бы сказал, тяжёлом направлении. Вы знаете, чем отличается христианство от нехристианства? Христианство – всё внимание человека, обращая на состояние своей души. Не христианство, язычество – всё внимание обращает вот что, где, что, как, что делать. Христос говорит, нам исцеляться надо от чего? От зависти, от лицемерия, от притворства, от лжи, от лукавства. Язычество говорит – нет, нам надо поехать вот это святое место, вот это святое источник, вот эта святая икона, вот здесь вот чудеса, вот здесь прозорливость. Слышите? И только и знаем во все стороны, только не обращать бы внимания на себя. Недавно я как раз перед тем, как поехать к вам, прочитал у Феофана Затворника, святителя, ответ на то в отношении вопроса паломничества. Вы знаете, всюду – паломники, паломники, а он что пишет? Я вам очень не советую, потому что во время паломничества у вас будет одно сплошное отвлечение и развлечение, и вы во время этого паломничества окостенеете вместо того, чтобы духовно хотя бы немножечко обратиться к самим себе. И, понимаете, Христос – это Спаситель. От чего? В отличие от язычества, которое целиком и полностью думало только о спасении от чего? От войн, от голода, от болезней, от смерти. Правда же? От недостатка, от рабовладельского строя. Мы-то хороши, но вот это мешает нам жить. Христианство – точно наоборот. Говорит, вся причина всех зол, происходящих в нашем мире, всех зол – и болезней, и войн, и нестроений, и семейных, и общественных, и политических – вся причина где? В том, что мы заражены страстями. Вот где корень зла. Поэтому, кстати, почему бы Христу не прийти бы императором? Правда, здорово было бы? Отменил бы рабовладельческий строй, дал бы свободу просвещению, науке. А он, родившись даже в Израиле, представьте себе, даже там родившись, не освободил народ еврейский от римского владычества. Ни одним словом не сказал рабовладельческий строй. Это же безобразие! Это ужасно! Свернуть его надо! Ни малейшего! Он, знаете, как поступил? Вот есть такая басня Крылова, которая называется «Корни и листы». Листы – то есть листья. И листья. Листья хвалятся. Посмотрите, какие мы красивые. У нас вырастают плоды. А вы, что там, в земле, у вас ничего даже и не видно. И проку от вас никакого нет. А корень не ответил. А если корни иссушатся, высохнут, так не будет ни дерева, ни бас. Обратите внимание, почему Христос и пришёл бедным странникам, и обращаю всё внимание, слышите, всё внимание, исключительно на состояние души человеческой. И говорит о том, что мы находимся где-то в падении. Ну, мы же все знаем, что нас никого не тронет. Ну, не тронет. Из-за чего семейные неполадки? Из-за чего все эти нестроения в общественной и экономической и прочей жизни? Господи, ну, все же мы знаем – алчность, обман, подкупы, хитрость, коварство и так далее. Всё внутри. Так вот, христианство обращает, все Евангелие обращает внимание на состояние души человеческой. И говорит, блаженны чистые сердцем они, Бога, то есть и истину узрят, и правильный путь жизни. Невозможно сделать жизнь правильной до тех пор, пока мы не обратим внимание на свою душу. Язычество мыслит всё наоборот. И вот теперь давайте посмотрим. Спасибо вам за вопрос. Верно. Важный вопрос. Останки. Подлинные или неподлинные? Господи, Боже мой. И что? А ничего. Я каким был, таким остался. Вы посмотрите, до чего дело дошло. Хотите избавиться от пьянства? Что нужно сделать? Молебен неупиваемой чаши. Казанское, Иверское, Владимирское не помогут. Вот до чего дохотились мы. Вы подумайте только. Это что же такое-то христиане? Язычники, да. Им это так. А у нас что? Я просто воспользовался вот этим вашим вопросом. Спасибо вам большое, чтобы сказать действительно, что, к сожалению, огромнейшая тенденция у нас сейчас чего? Поклонение внешним вещам. А они должны служить нам чем? Способствовать только нашей внутренней жизни. И если они не способствуют, тогда никакого проку от них нет. Вот, оказывается, насколько это важно. Всё! И почитание икон, и соблюдение всех церковных правил, только в том случае, они ценны и полезны для человека, если они приводят хотя бы несколько, приводят человека к чему? К сознанию того, что я болен. Болен чем? Вот этими гадостями, простите меня, которые сидят в моей душе и которыми она наполнена. Вот, оказывается, в чём дело. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос. Для многих художеских пар, у которых нет возможности получить детей, стоит вопрос вот искусственного оплодотворения. Этот вопрос и мне, как священнику, часто задаётся, как церковь к этому относится. В частности, вопрос, который поступил из зала. Если с помощью генной инженерии ребёнок рождается во трёх родителей, получается, есть ли у него душа и можно ли его крестить? Ну, первое, что я хочу сказать. В 2000 году в Русской Православной Церкви был принят документ, который называется «Социальная концепция Русской Православной Церкви». Там, в частности, в этом документе, который есть в интернете, в этом документе, в частности, есть ответ на этот вопрос относительно того, что возможно делать, когда нет детей, а что невозможно. Что можно принять, а что невозможно принять с христианской точки зрения. И, в частности, вот эта искусственная попытка искусственного оплодотворения, она к чему ведёт? К тому, что очень многие уже эмбрионы приходится уничтожать. Церковь говорит – это грех, потому что это зародившаяся жизнь. И нельзя по отношению к человеку заниматься такими вещами, которые могут по отношению к животным. Человек – не животные, а нас все хотят прям превратить в животные уже. Как же относиться к тем, которые не могут? Нельзя же устраивать революцию против Христа и Бога. Поэтому совет остаётся только таким. Вот это искусственные вещи, и особенно все противоестественные вещи, они не могут быть одобрены. А если человек действительно хочет христианского решения этой проблемы, то остаётся только одно, один путь, по которому шли многие. Кстати, вот не так давно праздновали юбилей, связанный с святительным Игнатием Бринчаниновым. Так там очень долго у его родителей не было детей. Но зато, вы знаете, как много это дало родителям? Как они изменили свою жизнь, эти аристократы, когда они действительно поняли, что без Бога никто ничего им не поможет. И насколько изменилась и христианская жизнь. Бог каждого из нас призывает к этому, но каждого человека своими путями. И поэтому нужно, учитывая это, нужно всё-таки верить, что Бог есть любовь, и что каждому из нас Он даёт наилучшие возможности к тому, чтобы познать хоть немножко себя и заняться собой. И я думаю, что многие, которые не имели детей, становясь на этот путь, они не только потом даже получали детей, но сами изменялись и становились христианами. Господи, Александр Ильич, вот у нас в аудитории очень много молодых людей, молодёжи. Первый вопрос поступил у молодого человека, которому 15 лет, и он спрашивает, а что такое хорошо и что такое плохо? Ну, смотря в чём направлении жизни бесконечное множество, и действительно, как кажется, не знаю, что ей говорить. На самом деле вопрос очень важный, очень серьёзный. И отвечу. Вот не знаю, как делать в Германии, а у нас в России перед родителями каждый учебный год возникает вопрос. Хотите ли вы, чтобы преподавали основу православия, православной культуры, или основы светской этики? Вопрос естественный, правда же? И многие попадаются, знаете, на что? На такую ловушку. Приходится объяснять. Не существует светской этики, а существуют светские этики. Какую вы хотите? Вульгарного материализма? Гоббса? Малишотта? Пожалуйста, светская этика. Марксистскую хотите? Маркса? Энгельса? Пожалуйста. Может быть, Ницше хотите, который говорил о том, что больной – это паразит общества. Слышите? Светская этика? По-полностью светская. Экзистенциализма атеистического. Вы понимаете, что? Какой обман! Нет светской этики! Есть во светских этик. И люди светскую этику... Так вот, в данном случае... А что можно сказать? В каждой из этих светских этик свои понятия о добре и зле. Я не случайно упомянул Ницше. Хороша этика – добро. Больной – паразит общества. Так, это что такое? Добро или зло? Ницше? Конечно, добро! Что говорит христианство? Христианство даёт чёткое понимание того, что есть добро и что есть зло. Здесь твёрдые основы даются. Твёрдые основы морали – мы знаем, что как только мы оставим христианство и направим свой взор так называемой светской этики, всё, мы рассыпались и действительно не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Христианство даёт твёрдую основу этого. И, если возможно, поэтому для каждого очень интересующегося человека этим вопросом было бы очень полезно познакомиться с тем документом, которым жили уже две тысячи лет наши предки. Я говорю, Евангелие, и которое сейчас практически не знаю. это беда, это кошмар! Не знать такой книги! Знают Гесиодом, Гомером. Я говорю, а древние? Так, Евангелие не знают. Пожалуйста, если вы хотите узнать, что такое добро, что такое зло, познакомиться надо, проконсультироваться с людьми, которые хорошо знают это Евангелие. И тогда мы найдём действительно там настоящие критерии понимания этого вопроса. Следующий вопрос, тоже очень актуальный. Компьютерные игры среди молодёжи в интернете очень привлекательны. Как избежать увеличения книг? Эти два вопроса очень связаны между собой. Если я начинаю понимать, что есть зло, то есть, что такое зло? То, что мне принесёт болезни, страдания, увечья, несчастья, неприятности, захочу я этого? Скажу, нет, зачем? Нет, 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 не надо! То есть, надо понять, что такое добро и что такое зло. Без понимания этого, во-первых, без убеждения в этом, что такое добро, что такое зло, мы, конечно, никогда не сможем освободиться от зависимости. Зависимости – это интернетной зависимости. Мы просто перестали быть христианами, потеряли почву. Мы что хотим? Мы хотим плодов, но не хотим заботиться о корнях. Мы хотим иметь хороших детей. Правда хотим? Ну, ещё бы не хотим. И говорим, что нам делать с молодёжью? Приходится всё время говорить, а почему нет вопроса, что нам делать самими собой? Мы что, хороши? Да? Вот как! Мы готовы кого угодно исправлять, кроме самих себя. А сами на малейший, малейший укол нашему самолюбию готовы, чуть ли не знаю, взорвать весь мир. То, что наша молодёжь сейчас действительно, действительно, очень многие, по крайней мере, конечно, увлекаются этим интернетом и впадают в зависимость. Причина в чём, думаете? В чём? В том, что сами мы ослабели совершенно. Нет в нас христианства. Осталось самое большее – это поверхностное христианство. Купить свечи, купать поминания, сходить в церковь – всё. Но ни в коем случае не бороться со своими страстями. Вся суть христианства – борьба со своими страстями. Если мы этого не будем делать, всё пропадёт. Ни с какой зависимостью никогда мы не справимся. Ничего мы не сделаем. Потому что корнем и сутью человеческой жизни является только борьба с самим собой. Помните, как написал, по-моему, немецкий, кажется, поэт, написал великолепные строки? Бой с самим собой – есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. А мы всех, все хотим победить. Проблемы, все проблемы, не борясь с собой. Какая ошибка! Какое заблуждение! Я думаю, что именно причина в этом. И если мы не обратим внимание на себя, не начнём прям вот, немедленно бороться с самими собой, ничего мы не сделаем. Потому что мы все влияем друг на друга и особенно влияем на своих детей. Они духом чувствуют, чем мы живём. Чем мы живём? Сплошной материализм. Материализм. Если сказать точно, чем мы живём, то процитирую. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится будет. Вот как живём. Кто? Мы – христиане. А при таком отношении ждать добрых плодов просто невозможно. Вот как всё искажено у нас. Вот так, я полагаю, что причина в этом. Следующие поступили два похожих вопроса. Вот вопрос из одной грузинской семьи, уже Маликсеевич. В этом году сын пошёл в школу. И однажды пришёл к задаче. Учительница сказала, что мы произошли от обезьяны. Отец его успокоил. Немцы пусть как хотят, а мы, грузины, произошли от Адама и Емы. От кого? От Адама и Емы, грузины. Как бы вы ответили на этот вопрос мальчику семь лет? Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы в глазах одноклассников он был вёл мракобесом, с другой стороны, как ребёнку отстоять свою веру? Вы знаете, в IV столетии до н.э. жил такой великий древнегреческий философ по имени Платон. Его издают и в Германии, я думаю, и в России Академия наук его издавала. Так что его сочинение есть. И представьте себе, что в то время этот вопрос тоже стоял. Но ответ-то какой был? Платон считается одним из величайших мыслителей древности. И он чёрным по белому написал. И, может быть, этому мальчику это пригодится. И он скажет, обезьяны – это выродившиеся люди. Они люди, произошли от обезьян. Это замечательно. И действительно. Конечно, не на себя. На себя я не буду смотреть. А вот других я вижу. Они прямо, вы знаете, ну, действительно, уже обезьяны почти. Правда? Правда. Вот ответ. Ответ предвидел, наверное, дарвинизм. И ответил заранее. Совершенно верно. Вот так, я думаю, отец Алексей, так ему можно и ответить. Я думаю, что всем понравится это. Ну, и вопрос с той же семьей. Ребёнок столкнулся впервые со смертью близкого, за которого он искренне молился, чтобы он остался жив. Как теперь читаешь «Жития святых», где прирастают головы и так далее? У ребёнка закономерный вопрос. Это вы плохие или плохо молились? Или почему вы выздоровели? Ну, знаете, этот вопрос немножечко великоват. Дело вот в чём, что в конечном счёте всё-таки как-то ребёнку надо же сказать, что все мы смертны. Все! И нищие, и цари, и президенты, и бомжи. Все смертны. Значит, вопрос не в том, почему умирают уже. Вопрос, значит, в другом. Когда, и кто, и почему, как умирает? Вот приходится гораздо чаще отвечать на вопрос другой. Когда у кого-то родители, умирают часто дети, или погибают дети. Действительно, серьёзнейший вопрос. И как относиться? Где же Бог? Вы знаете, что такое жизнь? Чем она наполнена? Нет, наверное, человека, у которого не было бы скорбей. У многих это сопряжено со страданиями. И у всех будет кончина. С христианской точки зрения наш дом не этот. Здесь в лучшем случае гостиница. Гостиница. Перевалочный пункт. Наш дом вечной жизни. Причём не какая-нибудь, не только жизнь души. А христианство утверждает, что будет всеобщее воскресение. И будет воскресение в том теле, которое мы видим у Христа. То есть, все мы предназначены к этому вечному воскресению и к вечной жизни. А теперь давайте подумаем. Кому, когда лучше оказаться дома, а кому ещё побыть в гостинице? Отвечая на вопрос одной женщине, у неё погиб сын, я сказал, представьте себе, что вы идёте по какой-то горной местности, по горам, где пропасти, где и холод, и ветры, и в любой момент могут на вас нападить хищники, всё, и вдруг появляется вертолёт, садятся около вас и вас спрашивают, мамаша, мы летим вот туда-то. Вы как? Если хотите, можем, у нас есть одно место. Вы хотите? То можем взять вашего сына. Вы ещё, правда, останетесь. Конечно, но это ваше дело. Что сделает мамаша, когда эта ситуация отчаянная? Она скажет, ради Бога возьмите только, чтобы он уже хотя бы был дома. Не правда ли? Правда. Только представьте себе это. «Поэтому ваш сын», сказала женщине, «он уже дома. Вам ещё придётся походить немножечко, но предупреждаю вас. Смотрите, с сыном вы встретитесь там, но с каким лицом? В каком смысле с каким лицом? А с тем? Там же откроется всё содержание нашей души, и он увидит, кто вы, какая ваша душа, чем наполнена. Расшифровывать не надо. А мысль какова? Постарайтесь. Скоро вы там будете, тоже дома, но никуда не денетесь. У всех нас дом там. Скоро встретитесь? Постарайтесь. Достойно встретиться с сыном, а не так, чтобы потом не знать, куда деваться и куда прятаться, когда вдруг откроется всё содержание вашей души перед лицом вашего сына. вот о чём надо думать. А встретиться придётся. Придётся. Наш дом там, а не здесь. христианство даёт по этому твёрдую основу и убеждение, и твёрдость даёт, как относиться нам к подобного рода трагедии. Также и этому мальчику, я думаю, что подобным образом то же самое можно объяснить, сказать, он уже там. А ты что, мальчик, ты, допустим, как его звать там, неважно, ты что, лучше знаешь, чтобы он жил, чтобы сейчас и неизвестно как, а потом заболел какой-нибудь тяжелейшей болезнью и долго страдал бы, ты бы захотел это? А ты что, знаешь, что он будет всегда жив, здоров, весел, да, и вдруг потом раз и улетел на небеса, да? Нет. Надо поверить немного Богу. Бог есть любовь, и каждому дает наилучшее из того, что можно дать. Вот при таком взгляде мы совершенно иначе будем относиться к кончине своих близких и любимых людей. Спасибо, Господи, за ответ. А у нас следующий вопрос из уже области духовной жизни. Часто приходится слышать, что во время молитвы в душе может появиться ответ на вопрос. могут быть сентиментальные переживания. Как христианину отличить сентиментальность и трезвенную молитву? Мы сталкиваемся с такими понятиями, которые в данном случае невозможно понять точно. Что такое сентиментальность? Вы же сами понимаете. это же невозможно сказать, о чём идёт речь. Но святые отцы предупреждают. Предупреждают очень серьёзно. А следующее. Ни в коем случае не искать в своих молитвах, в своих переживаниях, в принятии таинств, не искать ни в коем случае каких-то наслаждений, благодатных переживаний. У тебя, знаете, какая беда? Ты где была в таком-то монастыре? Ой, там такая благодать! То есть, вы знаете, ищем чего? Прямо самое... Я даже не знаю, как это назвать. Наслаждений. Само христианство превращает в наслаждение. Забыли одну великую истину. Мы находимся в больнице, а не на курорте. В больнице ищут разве наслаждений? В больнице ищут врача хорошего. Нам говорят, вам придётся вот такие-то уколы сделать. Да, ну, давайте, делайте. Ой, ой, больно, но что делать? Придётся операцию делать. Мы в больнице. Мы никак не можем этого понять и не хотим понять. Мы хотим курорта. Ну, как же... Слушайте, когда больной человек тебе говорит, тебе какой курорт? Ты что? Тебе надо лечиться немедленно, у тебя рак. Он что, захочет искать наслаждения или нет? Что ищет действительно человек, который увидит, что он тяжело болен? Наслаждение или лечение? Так вот, христианство, православная церковь в частности говорит, что мы очень больны, нас никого не тронет, никого нас не задеет. Мы не можем просто... Ну, вы знаете, ни одного часа, я не знаю, даже провести без того, чтобы чего-то такое не наделать. Сколько лукавства, сколько лицемерия, сколько притворства, сколько обмана! Чего только нет! Это же кошмар какой-то! Надо посмотреть на себя, что мы можем сделать доброго, скажите! Можете не лукавить? Нет, не могу. Можете не осуждать? Не могу. Можете не завидовать? Не могу. Можете не объедаться? Не могу. Можете не обманывать? Не могу. Простите, а что вы можете? И представьте себе, ничего не могу. Только поближе посмотрите. И я. Больные люди. Не тронь. Не тронь. Вот почему христианство и говорит о необходимости о том, что в молитве надо искать не наслаждений и не переживаний, в том числе сентиментальных, а молитва только та истинная, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Илья Пресвитер, это один из отцов добротолюбия, прямо пишет, молитва, совершаемая без внимания, делает человека посмешищем бесов. Но как тот захочет. Это что, наша жизнь, и на небесе. И улетели уже. Да это что такое? Это к какому Богу мы обращаемся, когда начинаем вычитывать молитвы? Разве так можно? Святитель Игнатий Вринчинов пишет, молитва, совершаемая без внимания, это есть оскорбление Бога. Что, если когда почитаешь святых отцов, как они призывают к этому? И вдруг мы в молитве ищем чего? Молитва должна быть молитвой покаяния и исходить из сознания того, что действительно грешный человек. Тогда эта молитва принесёт утешение совсем другого порядка. Ни о какой сентиментальности и речь не будет идти. Потому что Господь на каждому кающемуся, конечно же, отвечает. И обязательно поможет. Но помогает по мере нашего смирения. Вот. Это чрезвычайно, это чрезвычайно важно. Осознать надо, но увидеть себя, что действительно ничего доброго не делаем. Причём, странное дело, мы совсем не... грешные не знаю какие. И, в общем-то, грехов не видим. Макарий Великий, которого называли современники земным богом, молился Божия очистина грешного, якого никогда же сотворил благое пред тобою. Макарий Великий чувствовал, что он перед лицом божественной святыни, кем он был, никем. Ну, а я думаю, что я всё-таки немножко что-нибудь добрый, как так делаю всё-таки, да. Вот. Я могу делать добро, да. Эх, вот слепота какая. Вот поэтому молитва, истинная молитва, правильная, да, она приводит постепенно человеку, помогает ему хоть немножко смириться, увидеть себя. И это является спасением человека. Вопрос про молитву теперь. Как совместить прошение о безболезненной, непостыдной и мирной христианской кончине с прошением «во Христа крестистите, во Христа обликостите?» Какой должна быть истинная христианская кончина? Ну, насчёт связи этих двух молитв, конечно, тут, знаете ли, так просто. Не знаю, что подразумевает человек. Но в отношении же просьбы о том, чтобы Господь дал действительно эту кончину мирную, удивляться нисколько не приходится. По крайней мере, тому человеку, который хотя бы немножечко пережил или мог представить себе этот момент кончины. Мы, конечно, о кончине своей не думаем. А святые отцы пишут «Помни о смерти и вовек не согрешишь». Скоро, вот, придётся предстать во свете перед Богом, перед святыми, когда всё обнажится в нашей душе. Всё! Наши мысли, дела, намерения, цели, обманы, лукавства. всё обнаружат. Ох, как это полезно, помни, действительно! Когда мы молимся о кончине такой, именно, церковной молитвы, которая нас научает, то речь идёт о чём? Примерно о том же, о чём сказал Христос своим ученикам, когда они попросили Его научить молиться. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Мы же состоим из души и тела. Потребности тела естественно у нас. И, конечно, боли и прочие переживания и скорби понятно, как они противны нашему телу, то есть нам. Поэтому неудивительно, что мы можем об этом молиться. Молиться. Вот такое кончине. Но! Но! С десятью восклицательными знаками, о котором пишут святые отцы один за другим непрерывно. Вот я вот не взял с собой бумагу, я бы вам зачитал бы. Зачитал бы очень интересные вещи. Святые отцы говорят, ни в коем случае нельзя настойчиво просить чего бы то ни было из наших земных благ. Хотите ничего не получить? Просите! будете просить настойчиво дай Господи! Всё! Можете быть уверены. Почему? По той простой причине, что вот это упорство нашей души не даёт Богу действовать в нас. Ведь наши молитвы очень часто с чем сопряжены? Господи, ты там ничего не понимаешь на небе! У меня вот тут нужно и то, и другое, и третье, а ты ничего не понимаешь. забыли, когда Христос перед своими страданиями в Голгофское, Голгофскими страданиями молился, посмотрите, как он, что сказал? Господи, ой, да минует меня! И дальше, впрочем, не моя, но твоя да будет воля. Видел, какие издевательства и пытки придётся перенести. И сказал, да будет воля твоя! Вот, если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы услышаны, и чтобы они были для нас именно полезны, а не как-либо, то надо молиться именно вот так. Господи, ты видишь, что я хочу? Видишь! Потому что я страдаю! Видишь! Но я тебе верю, что ты есть любовь! И поэтому, Господи, прошу, да будет воля твоя, помоги только мне! Поэтому истинная молитва – это молитва только Господи, помилуй! Но ни в коем случае дай Господи мне это! Помните сон? Сон матери Рылеева, декабриста Рылеева? Она же потом рассказала, когда его повесили. Он мальчиком заболел, и она просто просила, я не знаю, не только со слезами и от всей души, и ей было видение. Ангел прямо берёт этого мальчика, её Рылеева, и затем показывает, показывает, кем он будет. Она видит, становится там школьником, гимназистом, военно-училищем, офицером, офицером показывает Сенатскую площадь, показывает виселицу и обращается к ней. Итак, ты хочешь, чтобы он был жив? Ну, тут, простите, я никаких реплик в отношении женщины не могу допустить. Но она сказала, да, пусть жив. И вот она после того, после казни написала об этом. Вот когда наши такие безумные обращения к Богу чем кончаются? Здесь-то она раскаялась, но было слишком поздно. поэтому святые отцы решительно запрещают настойчиво просить что-либо. Исаак Сирин тот даже так говорит, как говорит, что будет с человеком, который сможет подойти к царю и начнёт просить у него гноя, прикажет казнить его. Исаак Сирин уподобляет вот эти наши настойчивые просьбы о земных каких-то вещах, уподобляет это гною. Это надо помнить. Действительно. Поэтому наши отношения должны быть только одними. Господи, ты видишь, но я верю тебе, что ты есть любовь. Да будет воля твоя. принимаю успех. Вот всё. Следующий вопрос. До какого возраста нужно слушаться родителям? Если уже в 11 лет чувствуешь, что они не правы. До какого возраста слушаются, работая в какой-то фирме? До тех пор, пока ты находишься в системе этой фирмы, ты обязан слушаться. Если ты не будешь слушаться, тебя просто уволят. Если ты хочешь быть членом семьи, семьи, которые тебя кормят, поют, одевают, то ты должен подчиняться нормам поведения, той дисциплине, которая существует в этой семье. почему-то мы там на фирме будем слушаться. Почему? А потому что уволят. Здесь в семье мы считаем, что можно ставить вопрос, до какого возраста слушаться? Это что за постановка вопроса? Когда ты будешь иметь свою работу, вступишь в брак, в свою семью, пожалуйста, живи по тем нормам, которые ты уже сам будешь определять себе. Но пока ты находишься в системе вот папы, мамы, прочее, так, изволь подчиняться. Нет никаких возрастных цензов, хоть тебе сто лет будет. Правда, не знаю, сколько родителям тогда будет. Вот таков принцип. Таков принцип. А насчёт того, что правы или неправы, слушайте, что делать? Попробуйте, вот вырастите, так узнаете на фирме, как там будут начальник или кто-нибудь какое-то учреждение, правы или неправы, вы скажете негодяй и будете слушать. Даже родители как правило как раз стараются сделать, ну, как правило, по крайней мере сделать всё возможное с их точки зрения наиболее правильно. Они могут ошибаться, конечно, могут, точно так же, как ошибаешься и ты. и так принцип ясен. Вот как надо. Пока находишься в системе в этой изволь, скажу вам даже так ужасную фразу скажу, даже с волками быть по-волче, то есть жить по-волче, что там быть, вот так вот, даже, а уж с родителями тем более. я не знаю, Следующий вопрос, который встает перед родителями, когда рождается ребёнок, почему нужно ребёнка крестить как можно раньше? И также вопрос нашей среди актуальный, обязательно православной вере, ведь католические и монетические церкви тоже проповедуют креста. Ну, сразу два вопроса. Хорошо. В отношении первого вопроса, откуда взяли, что обязательно в кресте? Вы что, вы что, это Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затауст, Афанасий Великий, Августин Блаженный, они что, были какие, непонимающие, они глупенькие были, ждали, когда исполнится там 20-30 лет Василию Великий. Их родители святые были, но не понимали. Мы теперь зато понимаем. А что они пишут, вы знаете? О, стоило бы почитать. Семён Новый Богослов преподобный пишет, пишет, например, что когда вы крестите, когда кто крестится, кого крестят в детском возрасте, и если потом он живёт, не соблюдая обетов крещения, то ответит, гораздо больше будет наказан, чем некрещенные, как оствернивший святую одежду Твою, Господи. Преподобный Симеон, Новый Богослов, об этом пишет. Святой Николай Кавасилов что пишет? крещённые в детстве, как ещё несовершенные умом, так они и благодать получают несовершенным образом. Игнатий Бринчалинов, наш русский святой, пишет, какая польза от крещения детей, когда они потом даже не знают и не знают что и для чего и зачем и что это за обеты. Мы не знаем святых отцов. А вы знаете факт, что крещение детей установилось в православной церкви только к девятому столетию? К девятому столетию! То есть, когда жизнь, ну, знаете, постепенно ослабевает. Вот в чём дело! Поэтому что пишет, например, где они есть ареапоги, можно ли крестить ребенка? Можно! Можно крестить, но, он говорит, только при том условии, если действительно у вас есть возможность, имея общение с, ну, как он говорит, с добрыми святыми пастырями, которые могут назидать, воспитывать и дать действительно знание этому человеку и помочь ему жить по-крестьянски. Только при этом условии тогда можно, говорит он, крестить и ребенком. В противном случае, видите, что пишут святые? Мы не знаем, что пишут святые, даже не знаем того, что только к девятому веку это вошло уже в практику. Вон, праздник трёх святителей, ни один из них, что вы, а родители святые были. А мы превратили это в форму, к сожалению, к сожалению, в форму превратили. Это беда. Вот Дионисий Арифагит, он говорит, когда это можно, только если есть действительно возможность такое воспитание ребенка действительно в таком христианском духе. В противном случае, повторяю ещё раз, гораздо больше получат осуждение от Бога, чем некрещённые. Мы даже этого и не знаем. И нам не говорят об этом. вот в чём беда-то. А у нас же вошло в традицию. Кстати, у нас ещё в XI веке на Руси ещё тоже практики крещения детей ещё не было. История просто. Это же говорит история. Просто надо знать это. И больше ничего. Ведь очень жалко, когда великое таинство, рождение духовного мы превращаем во что? В форму, в обычай, а то ещё крестим почему? Чтоб не болело. А вы знаете, какая опасность? Господь говорит, если кто веру имеет и крестится, веру имеет. Слышите условия? Спасён будет. А кто не имеет веры, и вы знаете, по контексту там, что подразумевается? А кто не имеет веры и крестится, осуждён будет. Вот, оказывается, какие вещи. Поэтому к этому надо отнестись очень важно. Потом, вы все знаете, кстати, вот, все, наверное, знаете, мы, крещённые детьми, ничего не помним. Никаких благодатных переживаний, никакой встречи с Богом. крестившиеся по убеждению, по убеждению, подчёркиваю, взрослые, что говорят? Вы знаете, что говорят? Вот, недавно, не так давно меня везёт один человек на лекцию, ему уже 40 лет, он говорит, вообще у меня характер скверный, он говорит, так, но крестился. Так там, на работе, говорит, я на себя сам удивлялся, и все сотрудники, что с тобой случилось? Говорит, я примерно месяц, я был совершенно другим человеком. О, какое переживание! Вот, после такой встречи с Богом, трудно уже будет ему отказаться от христианства. Такой не откажется, когда пережил такое. А дети? А я ничего не помню. Я не знаю. ребёнка во что угодно крестить, хоть синагогу, да, хоть, пожалуйста, мусульманство, хоть католичество, хоть православие, а я всё равно что делаю. Поэтому вопрос это очень серьёзный. Теперь, в отношении католичества или православной. Один Христос. Если бы был один Христос, то никакие вселенские соборы не собирались бы. Вот, просто это уже не знание. Семь вселенских соборов только было. На самом деле соборов было очень много. И все почему собирались-то? Только из-за того, что, оказывается, Христос-то, мы произносим слово одно, а учение-то о Нём. Вы знаете, как можно? Может быть, какое? Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. и нет такой религии, которую нельзя было бы испортить. Вот в чём дело-то! Все соборы почему и боролись за истину, только поэтому собирались. Что? А сейчас во что Христа превращают? Уж не говорю, что вообще Его исключают из жизни, а когда даже не исключают... Обратите внимание, если вас интересует кого-то, обратите внимание только, только, чтобы не загружать вас на название международных христианских конференций, всемирных христианских конференций. Обратите внимание, и у вас надо налог полезут. Экономика, политика, финансы, транснациональные корпорации, как экологический кризис, продовольственный кризис, демография. Простите, это что это? А где же церковь? А где духовная жизнь? в 1976 году была Всемирная конференция христианская под названием «Великолепная» название «Великолепная» «Спасение сегодня». «Великолепная конференция». И вот я помню, туда поехали и наши представители, нашей Русской Православной Церкви, и в то время, знаете, было позволено существовать только одной комиссии небольшой в Русской Церкви, больше не разрешалось, но это Советский Союз. приехали. Их было всего, по-моему, двое, кажется, и они нам рассказали. Рассказали. Значит, спасение сегодня. Так. И доклады один за другим. Всемирная конференция. И о чём? Вот только то, о чём я сейчас вам сказал. Расизм, голод, невежество, необразованность. Ну, в общем, исключительно материальная тематика. И, говорят, когда православные попытались сказать «Простите», так этим всем занимаются и должны заниматься политические деятели. Мы-то – Церковь! Мы-то должны о душе заниматься. А спасение от чего? На них посмотрели. Знаете как? Это откуда такие выползли динозавры? Вот вы говорите, не всё ли равно креститься в какой церкви? Если церковь, в которой всё внимание обращено только на то... О, я же говорил сегодня! Заботитесь о чём? что есть, что пить, и во что одеться. А царство приложится вам! Нет уж такой церкви, лучше не крестите. Не в того Христа будет крещение. Надо быть очень осторожным и разборчивым в этих вопросах. «Хорошо». Следующий вопрос об отношениях в молодых людях. Можно ли и стоит ли рассчитывать на успешное будущее в межконфессиональных и межрасовых отношениях? Как вести себя в таких отношениях к православному человеку? Видите, в чём дело? Конечно, тут бы надо познакомиться этому человеку с тем, что такое экуминизм. И он бы тогда, может быть, немножечко бы понял. Вы знаете, экуминизм, он зародился в недрах протестантизма. Его дата и основанием считают 1910 год. суть какая была, идея какая? Объединить все христианские направления, все ветви. В этом вся суть. Хватит нам разделяться. Давайте будем все одно. Великолепная идея звучит, правда? Но у них спрашивает друг, простите, может быть, нам всё-таки поискать, объединиться вокруг чего? Надо поискать, что такое истинная церковь-то? Какая? Мы будем искать истину или просто возьмём и соберёмся и объявим? Кстати, именно и предполагалось создать международный христианский орган, который будет управлять, если хотите, всеми церквами. То есть, по образу и подобию какого-то всемирного парламента. Не истину ищет экуменизм? Совсем нет! Да её нет, говорят, а ищут как бы, как объединить во что бы то ни стало всех вместе и создать орган, с помощью которого можно управлять управлять направлениями жизни, жизни всех христианских конфессий. христианских вот какова была задача. Причём здесь совершенно несводимые подчас вещи. Вы знаете, что сейчас, например, протестантизм, в общем, до каких вещей только договариваются. До полного отрицания основополагающих истин христианства. Что такое Дух Святой? Это богиня. Христос такое Мария Магдалина. Это жена его. Богооплощение? Да никакого там не было. Троица? Ну, что вы придумали? Это нелогично. Вы слушаете? Причём всё это самое любопытное, что всё это ведь не является как-то стоящим за границей. Нет, называют себя христианами, христианскими церквами. Слушайте, как же можно объединить это? Вещи взаимоисключающие невозможно же объединять. Надо, наверное, поговорить, давайте договоримся о том, как же правильно, правда же, и объединимся вокруг этого правильного учения. Нет, нет, что вы? Нет, нет. Были попытки. Причём они очень интересные. В 20-х, в 30-х годах даже представители были нашей русской церкви, правда, иммиграции также, да. Так, когда наши богословы, вот тоже Булгаков, например, начали читать доклады богословские, там подняли вой. Да мы не ради этого собираемся. Какой богословие, какую истину? Задача внешнего организационного объединения и больше ничего. Но вы знаете, разве так можно делать? Апостол Павел прям такое написал, такие резкие слова. Какое общение света со тьмой Христа с Велиаром? Какое общение истины сложного и заблуждения? Мы должны прежде найти истину и потом объединяться. Если же этого нет, то во что же мы превратим? Таким образом, вот эта идея кажущегося объединения, вот это межконфессиональное объединение, она является ничем иным, как инструментом разрушения христианства. Ибо когда вы скажете, вы верите в Троицу Бога? Нет, а мы не верим в это. И как объединить, Вокруг чего объединять? То есть нужно отказаться от самых фундаментальных истин христианской веры. О, тогда можно объединяться. Вот то, что сейчас и проповедует Новый век или New Age, когда действительно там главное убрать все вероучительные истины, как таковые. Каждый свободен верить как угодно. О, вот теперь можно объединяться. Как угодно в вере. Поэтому невозможно это объединение без искания истины. А истина сейчас подменяет знаете, чем? Мнением. Вы верите в Бога? А я не верю. Да? Ну, ладно. Вы верите во Христа? А я не верю. Вы верите в это? А я не верю. Это ваше мнение такое, да? Ну, хорошо. А моё мнение другое. Нет истины. А есть что? Мнение. Спросите, на такой почве объединение просто немыслимо. Но в отношении рас и прочее тут, ну, само собой понятно, с христианской точки зрения люди независимо от цвета кожи являются образом Божиим. Все люди являются образом Божиим. И поэтому отношение ко всем людям должно быть как к образу Божию. А уже в практическом плане, каковы должны быть отношения. Об этом святые отцы прямо говорят. Нет больше добродетели, вот так подумайте, они говорят, как рассуждение, разумное отношение к вещам. Воля Божия состоит в том, чтобы поступать разумно и по совести, по совести Евангелия. Добродетели нет без рассуждения. Но и рассуждение должно основываться на началах Евангелия, как такового. Вот так. Спасибо. Вопрос. Я, как ученый экономист, вижу смысл своей работы в повышении материального благосостояния нашего общества. Но есть ли в этой цели какой-то духовный смысл? Ведь материальное благосостояние не обязательно способствует спасению людей, а чаще даже наоборот. Угодно ли вообще экономическая наука Богу? не надо смешивать совершенно разных вещей. Не надо. Дело вот в чем. Посмотрите, Христос, основная идея которого была очень хорошо выражена, например, апостолом Павлом, который сказал, мы не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуденного. А сам Господь сказал, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а не то, что есть, пить и во что одеться. Христос, Христос сказал. И в то же время ученикам дал молитву. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Человек состоит из души и тела, и поэтому забота и о теле это совершенно нормальное явление. Преподобный Пимен Великий за этих не так много в церкви великих, которые получили это именование, Пимен Великий говорил, мы убийцы не тела, а страстей. Ешь, но не объедайся. Вступай в брак, а не развратничай. вино выпей, но и становись пьяницей. Понимаете, христианство не отрицает никаких естественных потребностей человека, естественных, но решительно выступает в отношении всех противоестественности. Мы убийцы не тела, а страстей. Поэтому экономист, пожалуйста, он должен заниматься этой своей деятельностью. Но скажу один маленький, не знаю, секрет или нет. У меня вот знакомый, он сейчас скончался, к сожалению, замечательный человек, академик РАМ, заведующий, заведующий этой Академией наук российской экономическим сектором, Львов Дмитрий Семёнович. Это действительно крупнейший специалист был. Он прямо писал, писал, что, к великому сожалению, например, в западной экономической науке совершенно отсутствует идея морального, морального, так сказать, вот этого вектора. Нет её. Есть только экономическая выгода. Слышите? Вот когда так ставится вопрос, тогда действительно беда. Если человек будет заниматься проблемами экономики, абсолютно не обращая внимания на то, какие плоды принесёт. пример. Один из миллиардеров американских, выступая в воскресной школе, заявил следующее. «Американскую розу во всём её величии и красоте можно вырастить только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг неё». поняли? Нравственный характер – это Рокфельдер. Рокфельдер. Беспощадно обрезая все слабые ростки. То есть, какой-то сатанизм. ростки – какие здесь моральные устои? Принцип один. Кого можно задавить, имея выгоду? Дави! Вот это уже да! Это уже действительно свидетельство страшное. но, к сожалению, это является фактом, о котором, наверное, вы все знаете, мы все точнее знаем, что это такое. Вот при такой постановке, в таком ключе, если будет развиваться экономика, тогда да, тогда мы придём всемирному рабовладельческому строю, всемирному, не в отдельных странах, а всемирному, когда будет господствовать элита, избранная элита, а все прочие будут рабами, причём рабами будут такими, которых никогда ещё в истории человечества не было. Обратите внимание! Мы же все сейчас идём к чему? Посмотрите сейчас сюда. Сначала карты, смотрите всюду эти камеры, но потом что это такое-то? Камеры, карты, правда много, а лучше чипы. Это же самое удобное. И всё будет фиксироваться. Всё, что вы сказали, всё, что вы сделали, всё будет видно в центральном компьютере. и наступит эпоха, когда никаких преступлений не будет. Потому что малейшее преступление со стороны человека, оно будет немедленно караться. Так что грядет смесь. Видите, какое светлое будущее грядёт? Элита будет управлять, грядет. А все прочие будут такими рабами, которых никогда в истории действительно не было. Уже никто не сможет договориться друг с другом хотя бы шёпотом. Всё будет фиксироваться моментально. Всё! Вот это наше грядущее будущее. Ну, правда, поздравить трудно. Не дай Бог, пусть бы подольше не было его. Вот, оказывается, о каких экономических и политических реалиях и перспективах уже теперь мы можем говорить достаточно определённо. Следующий вопрос, он тоже про будущее, вопрос очень актуальный. Каковы причины и прогнозы автокефалии на Украину? Ну, а какая разница? Ну, вот сейчас я скажу, вот такие-то причины и такие-то прогнозы. Так, получили ответ. Нет, скажу, нет, нет, вот эдакие причины и такие-то прогнозы. Так, и что дальше? Разве мы с вами решаем это? Или наше мнение может иметь какое-то значение? Нет. А если нет, тогда что, просто так поговорить? Я скажу одно мнение, Иван Петрович другое мнение, какой-нибудь Андрей Андрей Павлович скажет третье мнение и что? Ну, это, знаете, можно только за кружкой пива так поговорить и поболтать. Это решать будут вопросы глава церквей, синоды. Да, им действительно это надо, это вопрос, который очень серьёзный. Это вопрос очень серьёзный, поскольку, как кажется, там, в общем, не очень-то приятные открываются перспективы. Но посмотрим, поживём, мы что? Мы народ маленький. Подождём, увидим. Ваше отношение к монашеству в миру в наше время по-дому по-дому. Если девушке 40 лет, то стоит ли надеяться на замужество или лучше принять монашество? Скажу вам так, вы знаете, что... А что такое монашество? Тот человек, который никогда не держал в руках творения Игнатия Вринчанинова, мне кажется, не знает, что такое монашество. К сожалению, мы не знаем даже, что такое монастырь. Христианская община, безбрачие и дисциплина. Святые отцы пишут, монашество, если говорить в самую суть, это так называемое умное делание. Вот, что такое монашество. Нет умного делания. Это ещё не монашество. Это может человек стремиться к монашеству. Может, он принимает постриг, но до тех пор, пока он не живёт именно умным деланием, он, конечно, не монах. У нас всё монашество сводит подчас к чему? Безбрачие. Безбрачие. Ну, допустим, жить в монастыре, но при чём тут? Какие-нибудь крестоносцы тоже там или там плееры были? При чём здесь монашство – это умное делание. Что такое умное делание? Это, вы знаете, к этому только некоторые люди способны. Только некоторые. Есть у некоторых людей неистребимое влечение к уединению и молитве. Тут и Богородица дело-то не прочтёшь, уже улетишь не знаю куда. А тут вам человек стремится к этому, жаждет. Жаждет. Это прямо его душа. Слышите? Молитва, умное делание – это молитва. Какая? Молитва ума, молитва сердца, молитва тела поклона. Вот что такое монашество. Монашество – это отречение от всяких этих внешних забот, знакомств, дел. Максимально, насколько это можно. Вот что такое монашество, а не просто форма. А поэтому отсюда тогда мы можем и понять, можно или не можно. Иногда монашество принимает, что ну, куда? А Игнатий Венчинов что пишет? Если есть колебания, всё – всё, нельзя принимать монашество. Потому что невозможно становиться на этот путь, путь отречения от мира, не отрекаясь от него. Требуется внутреннее отречение от всего этого. Вот. И поэтому в данном случае, если уже такие даже колебания, это уже свидетельство. Значит, монашество не подходит. Понятно, почему. неистребимые влечения. Это можно уподобить следующему. Следующему. Как вот влюблённые. Неистребимые влечения. Так и хотят, чтобы быть вместе. Вот так и здесь такое влечение к молитве. Именно к молитве. А поскольку к молитве, это значит уединению, чтобы не мешали, чтобы никто не мешал. Вот что такое монашество. Они просто же форма, которой ничего не стоит одеть. Или просто безбрачие. И неизвестно ещё по каким причинам и мотивам. Вот таков взгляд на монашеса. Кто хочет действительно это получше познакомиться, обязательно нужно изучить, изучать, лучше сказать изучать творение святителя Игнатия Принчанинова. Лучшего наставника для нашего времени мы не найдём. Вот так. Следующий вопрос был задан из зала. Как сказать близкому человеку о его грехах? И вот я здесь позволю себе тоже задать вопрос от меня отлично. Как гордому человеку сказать, что он гордый? Вот это очень часто встречаются и в пасовской практике, когда о любом грехе, о любой страсти с человеком можно разговаривать. А когда гордость, когда чуть-чуть упомянул что-то, что с человеком не так, и человек обижается, и потом год в храм не ходит. Скажу вам так. Читали собор Парижской Богоматери? Гюго. Помнишь там один из героев Квазимода? Хорош. Ну, наверное, можете представить. Может, фильм смотрели. Так вот, если вы встретите человека, который очень на него похож, и скажете ему сущую правду, что ты настоящий Квазимода, вы скажете страшную ложь, и антихристианское слово. Если же вы скажете ему... Вы знаете, очень приятный человек. С вами общаться просто приятно. Спасибо вам. Вы скажете сущую истину. О чём говорю? Нет истины без любви. Нет правды без любви. Нет правды, нет справедливости. без любви. Без любви всё обесценивается. Поэтому и в данном случае, если мы хотим какому-то человеку что-то попытаться сказать, то нужно прежде всего набраться, если имеем, во-первых, право, право, то есть близкие друзья, или к священнику, например, обращаются, и он просто обязан в силу пастырского долга, то нужно набраться изо всей силы, какие только можно, чтобы поговорить с ним по любви, чтобы ни в коем случае и никогда нельзя резать матку правду в глаза, да избавить Бог от этого ужаса. Так что, ну и надо здесь смотреть и находить момент, значит, подходящий и смотреть, способен ли человек в данный момент принять что-то, но повторяю только одно. И это ко всем относится. Нет истины без любви. Нет! Это ложь! когда начинают человеку говорить. Начинается что? Вражда, ненависть и доходящие до страшных конфликтов. Вот единственное, что я могу сказать по этому вопросу. Спасибо, Господи. А где грань между смирением и тем, когда человеку садятся на шею и говорят, что ты должен смиряться? Надо сначала понять, что такое смирение. Вы знаете, уже мы с вами сейчас говорили «Я не могу!» И начинаете помнить, что «Я не могу!» Не могу ни осуждать, ни лукавить, ни лицемерить, ничего не могу. А что ж ты можешь? Ничего не могу! Вот это действительно объективное, осознание, а не какое-нибудь осознание, насколько я далёк от Евангелия, насколько я далёк от христианства. Вот это осознание является главнейшим условием правильной христианской жизни. И это осознание и является началом смирения. И когда я себя таковым вижу, то знаете, какие следствия из этого происсякают? Мне стыдно будет кого-нибудь осудить. Стыдно! Вы видели, что пьяницы осуждали друг друга за пьянство? Когда-нибудь видели такое? Я что-то очень сомневаюсь. Вы, может быть, думаете, что в больнице лежат и один «У меня нога хоть болит». А этот негодяй у него рука болит. Что за абсурд такой? Вот оно смирение где! И Саак Сирин так и называет это познание себя. Познание себя. И он пишет «Блажен, кто познал себя». Ибо такое познание является основанием, корнем и фундаментом всякого блага для человека. Почему? Потому что это началом любви к другому человеку. Я уже не осуждаю, а я сочувствую, что он лгун несчастный, да? Он лицемер. Кто-то, я вижу, вижу, но у меня язык, рот закрывается от осуждений. Почему? Я знаю, кто я. Да стыдно мне. И наоборот, осуждение о чём говорит? Я не такой, как прочие люди. Видите, до чего я хорош? Не троньте меня. Вот смирение, что такое. Это познание себя. Поэтому никакого отношения к забитости абсолютно не имеет. Это просто глупая карикатура. Пишут люди, которые просто ничего не понимают. Это осознание себя, видение себя. И отсюда рождаются правильные отношения ко всем. Такой смиренный человек никогда не возьмёт, если у него есть винный склад, никогда не возьмёт пьяницу туда работать. Кто этот смиренный? Почему? По очень простой причине. Нельзя. Что же я буду губить этого человека? Великодушие возникает у человека, который действительно хоть немножечко начинает следить за собой, следить за своим поведением. Об этом очень хорошо сказал преподобный Симеон Новый Богослов. Он прямо сказал, понуждение себя, тщательное понуждение себя к жизни по Евангелию открывает человеку, кто он есть на самом деле. Как он выражается, открывает его немощи. Оказывается, я не могу. Вот откуда рождается то, что называется смирением, отсюда рождается и любовь к окружающим людям. Вот так. Следующий вопрос последний. Все замечают, что время стало идти быстрее. Действительно ли это так, или это иллюзия. Ну, я-то все знаю. Правильно. Давно пора было на... Совершенно верно. Время летит. Благодарю вас. Продолжение следует...